Научно-практическая конференция «Берестейский мир. Памятники материальной и духовной культуры» проходит уже в четвертый раз. Ее участники – известные ученые Беларуси, Украины, Польши. Широкая научная представленность стала основанием для достаточно активного и разнопланового исторического диалога. Подключиться к разговору офлайн смогли не все. В этом случае докладчики пользовались режимом онлайн. Мы проводим конференцию в четвертый раз. Проводим в непростых, как все знают, условиях пандемии. Поэтому она проходит в гибридном формате. Зарубежные участники, к сожалению, не могут принять участие непосредственно. Для них специально у нас выделен второй день. И можно будет смотреть трансляцию на каналах, в соцсетях. Около трех десятков докладов было заявлено в рамках программы. Причем наравне со взрослой ученой публикой свои краеведческие разработки здесь представили и школьники. Моя тема – это кресты Каменецкого района. Естественно, помогал мне мой учитель Ковалевич Александр Николаевич. Ну, работали мы так довольно долговато, объездили места, о которых буду сегодня рассказывать в докладе о своих крестах. Тема на самом деле очень интересная, так как, ну, все же историю нужно знать. Как правило, за такими докладами стоят профессиональные наставники, увлеченные делом, желающие поделиться знаниями и опытом. Своим разработкам они посвятили многие годы, занимаясь поиском данных в крупных и малых архивах буквально по крупицам. Многие доклады посвящены Брещене и ее уроженцам. В частности, рассказ известного Анатолия Гладыщука о роде Толочка и его представителях. Здесь в раковице, это рядышком, возле Буга, была усадьба родовая Толочков. Они пришли сюда в 1700 году. И в этой усадьбе родились очень известные люди. Станислав Толочка, профессор химии, очень известный ученый. Он работал, он учился в Варшавской университете, работал в Виосковской университете. У нас в Бресте университета не было. Но когда умер во Львове, он не захотел быть там похоронен. И попросил похоронить себя здесь, возле каплицы родовой. Потом мы нашли его могилу, это целая история. И я горжусь тем, что там сегодня стоит памятник. Одной из самых известных архивных находок 2020-го стало открытие части документов Мирного договора Центральных держав и Украинской Народной Республики. В рамках международной конференции копии этих ценных бумаг были переданы в ряд учреждений региона. Так что теперь эта уникальная информация будет доступна для обозрения всех желающих.